Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Каждый огородник ищет самый сладкий томат, самый крупный, самый вкусный, самый болезньоустойчивый. И эти вопросы очень часто люди пишут на канал, на сайтах на разных. Но когда спрашивают, когда вопрос приходит, например, какой томат самый сладкий или какой томат самый вкусный, я всегда говорю, это все зависит не только от сорта, но и от состава грунта, и от количества солнца в данное лето, например, в прошедшее, от всего. Но если, когда люди спрашивают, какой томат, это очень частый тоже вопрос, когда спрашивают, какой томат самый жаростойкий, я могу ответить только так, что это нужно испытывать вам именно в своих условиях, в своем регионе. Вот у нас часто заходят люди с южных регионов, например, Краснодарский край, Ставрополье. Я не знаю, какие там условия. Я ни разу нигде не была за пределами Алтайского края. Но я сейчас хочу вам рассказать о томате, который вот в моем регионе, именно в условиях моего огорода, моей теплицы, показал себя очень хорошо. Вот у него вот это качество, жаростойкость ярко выраженная. Я расскажу вам о нем. Но я, как бы объяснить-то, но я не могу дать гарантию, что он точно так же будет вести себя, например, в Краснодарском крае. Ведь каждый человек должен сам испытать свой томат и попробовать в условиях своего огорода. Я расскажу о томате, который называется, ну не очень так оригинально, просто жаростойкий и болезнеустойчивый. Название не очень красивое, какое-то похоже на свойство, на описание свойств. Я сейчас расскажу, как он у меня оказался и вообще дальнейшая его история в моем огороде. Больше 10 лет я его выращиваю. Я всегда вам говорила, что я очень часто захожу вот в эти уголки, где лежат уцененные томаты, старые, какие-то зашорканные вот эти пачки. И если я увижу какое-то название, которое мне не знакомо, о котором я даже не слышала и ни разу не видела в продажу, я обязательно его возьму. Потому что там, если 20 семян, достаточно, чтобы 2-3 семечка проклюнулось и взошло, я все равно их выхожу, я выращиваю эти даже глубоко просроченные семена, я разведу этот сорт. Если он мне понравится, он у меня останется. Много сортов прошло через мои руки, вот таким образом, с уценки и в огород через 2 года они выправляются. И вот один из таких сортов был вот как раз этот, жаростойкий и болезнеустойчивый. Пачка белая, простая, и вот эти слова были напечатаны не очень крупно. И я почему-то, я вот тоже купилась на это и подумала, что это свойство. И спросила у девушки-продавца, я говорю, тут вот описано, что он жаростойкий и болезнеустойчивый, а название-то его как? Она говорит, это и есть название. Я очень удивилась и поэтому его взяла. Вот пачка была никакая, там даже описание ладом не было видно. Из-за такой необычности названия, обычно же как король какой-то, или там слива, или груша розовая, или гигант. А это просто жаростойкий и болезнеустойчивый. Но это действительно похоже просто на описание, характеристик. Я его взяла, я его посадила. И на моё счастье, он оказался таким же, как все наши вот эти сибирские демейдов, Настенька, Петруша, он оказался толстоногим. Вот с такими массивными, такими с толстыми листьями, сгофрированными. И ещё у него такое одно качество, мне нравится. У него не чисто зелёный цвет листьев необычный, а какой-то с изумрудным оттенком. Вы, наверное, знаете, что даже когда рассада растёт или высадишь кусты, есть вот прям ровно зелёные, а есть с какими-то отливами. Вот он с такой, с изумрудным отливом листва. Листва такая сочная, такая вот прям, ну много, много её так. И когда я посадила эти томаты, ну как, в первый год я, конечно, вырастила всего несколько, посмотрела, мне понравилось. Понравилось, что он толстоногий, понравилось, что он вот такой с мясистыми листьями. Он очень был похож на демейдова, но чуть повыше, и плоды были другие. Демейдов у нас розовый круглый, а этот красный круглый. И вот такие красные томаты, да ещё их много, он прям улеплен куст, они очень хорошо идут в лечо, вот эти в кетчуп и в соки. А я этим заниматься, вот огородной кулинарией, очень люблю. И я подумала, что он как раз вот для томатных паст, для кетчупов, для всего этого, вот ярко-красный цвет, вот прям цвет красного знамени нашего, подходит. Я его оставила. На следующий год я высадила прям вот такую группу, 10, по-моему, кустиков в теплице. Но в теплице что мне не нравится? Он сильно разрастается. Он похож на петрушу огородника, вот сильно вот, ему дашь, если хорошие условия, но он сильно ведёт себя нагло, он сильно разрастается. У него много листьев, я его больше не стала в теплицу высаживать, он у меня прекрасно в открытом грунте растёт. Но что хочу сказать про теплицу, зато вот этот год, пока он рос в теплице, он прошёл испытание на жаростойкость, и я понаблюдал за ним, увидела. Вот смотрите, когда в теплице температура поднимается выше 40 градусов, заглянешь иногда, ну в обед, летом, и вот эти вот, которые с тоненькими листиками, с обычными, они вот как прям завянут, как тряпочки висят. Или у некоторых от такой жары, как у Казанова у меня в прошлом году, начали даже кучерявиться, у некоторых даже скручиваются листья от жары. Он, вот этот жаростойкий и болезнеустойчивый, он действительно, он очень жаростойкий, только из-за того, что у него вот эти листья до того грубые и мясистые, что они не могут ни скрутиться. Но вот так же, как Демидов, вот гофрированные такие толстые листья, и сама толщина вот этой листовой пластины, она намного больше. И вероятно, как я думаю, что когда идёт полив, когда нет такой жары, всё-таки эти листья набирают столько много влаги, что во время жаркой погоды, вот когда там прям пекло в теплице, им хватает этой влаги. И в отличие от тех листиков, которые мелколистные, которые тоненький лист, у них влага испаряется, и они сразу делаются вялыми вот таким. Ну, вы видели, наверное, в жаркий день обычно как тряпочки висят. Он отличается вот прям, ну, сильно на их фоне, выглядит достойно. И когда ко мне соседка зашла, ну, мы же друг другу показываем, у меня там, у меня там. Она увидела, что все вот так вот поникшие, а эти прям бодро так стоят, как будто их отдельно каким-то эликсиром, ну, как поливают. Она у меня спросила, Оля, а у тебя что там за это, за томат? Ну, а я ей говорю, да это жаростойкий болезни устойчивый. Она, вот так на всех пишут, что жаростойкий болезни устойчивый, а название-то у него какое? И вот каждый человек, кому назовешь это название, его наименование сорта, все так же, как я в первый раз, думают, что это характеристики, что это я их так нахваливаю, что это жаростойкий болезни устойчивый, а это просто-напросто название. Но потом, теперь, конечно, уже знают все мои знакомые, что это название моего томата. Что хочу еще сказать. Вот в нашем климате, вот, например, у меня в теплице, он прошел испытание, и я знаю точно, что жары он не боится, он не вянет, и никаких с ним вот этих преобразований не скручивается, листник учрявится, ничего с ним не делается. Я не знаю, как он ведет себя в южных регионах, но если кому-то нужно, если кто-то ищет именно жиростойкие томаты, если увидите в магазине название жиростойкий и болезнеустойчивый, возьмите этот томат, испытайте в своих условиях, возможно, он вам понравится. Мне он сейчас нравится выращивать его в открытом грунте. В открытом грунте он так сильно не буйствует, у него умеренная листва, он чем-то похож на Настеньку, он примерно такой же вырастает, ну, 70-80 сантиметров, вот, до плеча мне дорастает иногда. Листья красивые, зеленые, очень декоративный куст, и вот среди этой изумрудно-зеленой листвы висят ярко-красные томаты, они не розовые, никакие не с оттенком, не красно-розовые, а вот чисто красные томаты, обыкновенная, классическая форма, плоско-округлый, ясно, что на нижних кистях они побольше, там, 200-250 грамм, но он не относится к крупноплодным. Это не тот томат, который, ну, вот те, которые здоровые, и даже не тот томат, который вот мясистый, сахаристый, это просто обыкновенный, простой, классический томат, с томатным вкусом, может и кислинка присутствовать, но если год хороший, если лето солнечное, то он более сладкий, если лето дождливое, то он менее сладкий. Вот самый простой такой, заурядный томат, но единственное, что он много на нем плодов, он очень хорошо выносит и периоды похолодания, и периоды вот этой засухи, жары. Не видела, чтобы он болел ни разу, действительно, он болезнеустойчивый, наверное, вот у меня он прошел испытание, кроме положительных оценок, ничего сказать о нем не могу. Единственное, что он не очень распространен, и почему-то, так как у меня спрашивают о нем, все спрашивают и спрашивают, что это за томат, я поняла, что люди о нем знают мало. Я в этом году постараюсь вам подробнее о нем показать, но это сорт вот очень простой, но достойный нашего внимания. Все, до свидания. Я рассказала о нем именно потому, что он почему-то получилось, что он редко распространен, но он заслуживает нашего внимания, еще раз говорю, хороший томат. Это вот наименование жаростойкий и болезнеустойчивый. Все, до свидания.